С течением обстоятельств. Я, во-первых, заходила под водой, а сегодня чистили 10 тысяч квадратных метров. Жители ПОВХ-2 против управляющей компании. Претензий много. Кровля одного из самых первых домов Коголыма течет уже две недели. Это тот самый случай, когда укрыться от дождя можно на улице. В подъезде сыро и холодно. Заявление жильцы написали. А коммунальщиков дождались только, когда о потопе узнала съемочная группа телекомпании. Нам вас пожалеть? Пожалейте нас, пожалейте их квартиру. Что теперь мне делать с дверью? А здесь у нас новорожденный ребенок. У меня четырехлетний ребенок. А у нее уже точка, у нее уже гребет. На стенах разводы. По всему подъезду расставлены ведра. Вдруг опять польет, опасаются жильцы. Впереди два месяца весны. Щитки соседи спасали досками, чтобы вода не попала на провода. Сегодня до обеда, зайдя в подъезд, ведра стояли до первого этажа. По всем перекрытиям текла вода. То есть сухой в квартиру не мог попасть никто. Добралась вода и до квартир. Пострадали верхние этажи. Несколько дней у нас уже в подъезд, в принципе, к своим квартирам можно подойти. Но желательно с применением зонта. Потому что все лилось на голову. Я конкретно живу на четвертом этаже. У меня обесточено вышло из строя выключатель. Не работает домофон. Вечером накануне слышала потрескивание. Характерный такой запах был проводки. В этом году слишком много осадков. Не успеваем, говорит главный инженер управляющей компании. Чтобы найти причину потопа, коммунальщики скинули с крыши снег. Золотали трещины. А вот капитальный ремонт этим летом под вопросом. Если сейчас обсуждается вопрос, вы выигрываете тендер, то данный дом встанет на капремонт кровли. То есть это стопроцентная работа. Мы в прошлом году в данном доме закладывали ремонт подъезда, который мы не сделали, потому что у нас деньги ушли полностью на кровлю. Даже пришлось снять ремонт подъезда. В свою очередь, недовольные управляющей компанией жильцы хотят получить денежную компенсацию. Убытков много. Наверное, буду обращаться с управляющей компанией, чтобы сделали ремонт. Если нет, значит придется обращаться в прокуратуру. Юлиана Сотник, Николай Горкуша. Специально для новостей.